Юрий Коваль Мама писателя Ольга Колыбина родом из села Пензенской губернии. Мама имела медицинское образование, работала врачом и практически все свое довоенное детство Юра провел у матери в больнице. Во время войны семью Юрия Коваля эвакуировали в Саранск. Маму назначили республиканским министром здравоохранения. На ее плечи была возложена очень ответственная миссия – организация работы тыловых госпиталей. В детские годы будущего писателя пришлись на военные лихолетия. Он страдал от холода и голода. У него диагностировали тяжелое заболевание – костный туберкулез. Однако Юрий не имел привычки жаловаться на жизнь, поэтому стойко переносил все тяготы. После войны семья поселилась в Москве. В победном 45-м году Юрий пошел в первый класс. Кто знает, как сложилась бы биография Коваля, если бы в своей жизни он не встретил замечательных людей. К примеру, педагога по литературе Владимира Протопопова. Только его интуиция помогла разглядеть в юном Юрии Ковали, тихом и неприметном пареньке, незаурядного талантливого человека. Именно учитель первым начал развивать его творческие способности, которые отремали до тех пор. Юра и несколько его одноклассников сами сочиняли поэзию, в восьмом классе даже организовали свой тайный поэтический союз. Это были шуточные лирические стихи, но подростки писали их на уроках, а должны были заниматься алгеброй. Это и взволновало педагогов и родителей, они просто не знали, чем занимаются их дети. Но потом успокоились. Сочинение стихов им показалось невинной детской шалостью. После получения школьного аттестата молодой человек долго не раздумывал и стал студентом Московского государственного педагогического института имени Ленина. Юрий отдал предпочтение русскому языку и литературе. В те годы в педагогическом институте собрались не только талантливые преподаватели, но и студенты, которые отличались многочисленными талантами. Тогда в студенческой аудитории можно было встретить Юлия Кима, Юрия Висбора, Петра Фоменко. Именно они повлияли на формирование мировоззрения молодого литератора Юрия Коваля. Свои первые произведения «Небольшие рассказы» Юрий опубликовал в институтской газете «Ленинец». Тогда же он получил и свой первый гонорар – 50 рублей. Кроме занятий литературой, Коваль пробует свои силы в качестве художника. Он ходит на занятия к скульпторам, Вадиму Сидуру, Владимиру Лемпорту, Николаю Силису и живо интересуется живописью, рисунком, фреской и мозаикой. Из стен педагогического вуза Коваль выходит с двумя дипломами – педагог по русскому языку литературе и истории и учитель рисования. Трудовая биография Коваля началась в деревне Емельянова в Татарской республике, куда его распределили после института. Он вел не только свой предмет, но и читал ученикам историю, географию и даже учил петь. В те же годы он более активно взялся за написание стихов и рассказов, хотя многие из них так и остались неопубликованными. Диктанты своим ученикам он тоже придумывал в форме стихов. Потом, спустя годы, шутил, что слегка хулиганил. Юрий Коваль переехал в столицу. Там познакомился с Юрием Домбровским. Он решил показать ему один из своих рассказов под названием «Октябрьские зори». Домбровскому так понравилось произведение молодого литератора, что он сам отнес его в издание «Новый мир», но получил отказ. Ковалю стало понятно, что ему никогда не пробиться в мир литературы для взрослых, и шансов быть напечатанным у него практически нет. Однако вскоре судьба улыбнулась ему благодаря участию детского поэта Игоря Холина. Он побывал в редакции издания «Огонек», показал редактору детские стихи Коваля, и они взялись напечатать. Так, невзначай, Юрий определился со своим главным предназначением – творить для детей. Наконец-то период неизвестности и мучений остался позади, и наступило время для творчества, создания рассказов и повестей, которые принесли всесоюзную славу. Теперь Юрий Коваль – известный и любимый детский писатель Советского Союза. Произведения Коваля переведены на многие языки, часто звучат по радио, по ним снимаются кинофильмы. Юрий Коваль очень любил Вологодскую землю, окрестности Ферапонтова монастыря и Цепиной горы. В 1970 году выходит первый сборник его рассказов под названием «Чистый дор». Четыре рассказа легли в основу сборника, который назван по имени деревни, далеко от которой жил писатель. Персонажи – обычные деревенские жители – Мирониха, дядя Зуй и его внучка Нюрка, Шурка Клеткина и еще много других типажей. Юрий Коваль понимает, что периодически нужно менять жанр и переключается на написание эмористических детективов. Именно в этом литературном жанре написана повесть, получившая название «Приключения Васи Куралесова». Ее ждал настоящий успех. Повесть попала на всесоюзный конкурс лучшей детской книги и Коваля награждают третьей премией. Юрий решил, что нужно продолжить работу с милицейской тематикой и приступил к написанию трилогии, в которую вошли произведения «Пять похищенных монахов» и «Прома гражданина Лошакова». В 1991 году по этой трилогии снял художественный фильм. Юрия всегда влекли неизведанные дали. Он просто бредил путешествиями. И вот однажды, под впечатлением от путешествия на Урал, он пишет повесть «Недопесок», главный герой которого – свободолюбивый песец, сумевший выбраться из клетки и устремившийся к Северному полюсу. В 1968 году по заданию журнала «Мурзилка» Юрий Коваль отправился в командировку на пограничную заставу, после которой создал серию рассказов о жизни пограничников и повесть «Алый», которая принесла ему первый большой читательский успех и признание среди коллег-литератора. В 1979 году режиссер Юлий Файт снял по повести художественный фильм, сценарий которому написал сам Юрий Коваль. В 1987 году появилась книга «Полынные сказки», сразу ставшая, как и чистый дур, событиям в детской литературе. В основу легли воспоминания матери писателя Ольги Дмитриевны о ее детстве, проведенном в Мордовской деревне. Писатель очень любил мать, и ему хотелось сделать для нее что-то. А что может сделать писатель? Конечно, написать. В том же году «Полынные сказки» были отмечены первой премией Всесоюзного конкурса детской книги. Писатель Юрий Коваль умеет тронуть читательское сердце. Сюжеты берет из повседневной жизни, рассказывает о вещах самых простых, слова подбирает самые нейтральные, а строчки выходят волшебные. О чем бы ни писал Коваль, все отзывается в книге и не дает читателю покоя. Произведение «Картофельная собака» начинается так. Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилина под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак. Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска Киевлота. А что было дальше, узнайте, прочитав это произведение. Советский детский поэт Яков Аким писал, «Мне кажется, у Юрия Коваля, написавшего книгу «Кепка с карасями», есть свой волшебный фонарь, яркий и многоцветный. В эту книгу включены лучшие рассказы для детей, полные лиризма и мягкого юмора. Писатель не старается рассмешить своего читателя во что бы то ни стало. Он доволен, когда читатель улыбается. А улыбка сближает людей. Она похожа на теплый лучик, протянувшийся от человека к человеку. В рассказе «Кепка с карасями» бескорыстный дядя Зой ведет гостя в соседнюю деревню, вовсе не за дыровыми карасями. Просто не может дядя Зой пропустить такой случай, познакомить нового своего друга и еще с одним тоже хорошим человеком. С создателем сказов и знатоком русского севера Борисом Шеркиным Юрий Коваль познакомился в конце 60-х годов, незадолго до смерти сказителя, когда пришел брать у него интервью по заданию журнала «Вопросы литературы». Несмотря на то, что интервью не состоялось, встреча с полуслепым старцем потрясла писателя. Они подружились, и с тех пор Коваль считал Шергина своим духовным наставником и учителем. В 1972 году Борис Шеркин дает Ковалью рекомендацию, и он становится членом Союза писателей Советского Союза. Писателю очень нравилась деревенская жизнь с ее неторопливым бытом, своеобразным языком и традициями. Он уезжал в небольшие деревеньки, из которых мог не выезжать по несколько месяцев. А Северные реки – это еще одна страсть писателя. После путешествия по ним Юрий создает еще одно интересное произведение – повесть «Самая легкая лодка в мире». Позже эта повесть будет отмечена почетным дипломом Международного совета по литературе для детей и юношества. На протяжении почти десяти лет Юрий Коваль, вдохновленный примером друга-художника Виктора Белова, вел иллюстрированный альбом «Дневник», куда помещал цветные зарисовки и короткие заметки, вклеивал вырезки из газет, делал коллажи. На этих необязательных листах он записывал не только конво событий, но и пришедшие литературные идеи. Этот синтетический жанр, уникальный в своем роде, был назван «Монохроники» и до настоящего момента ни разу не издавался полностью. Юрий Иосифович Коваль умел дружить, был чутким и отзывчивым не только в книгах, но и в жизни. При первой возможности хлопотал за друзей, оказывая помощь в публикации произведений. В числе его друзей были известные писатели, поэты, режиссеры, сценаристы. Любили его и молодые авторы. Вокруг всегда царила веселая и творческая атмосфера. Писатель и переводчик Наталья Ермельченко вспоминает «Мы шли в мастерскую наблюдать космическое явление, имя которому — Коваль. Каким-то чудом, не очень того желая, он притянул нас из разных концов Москвы». И, наверное, мы, читатели, каждый раз, читая и перечитывая его книги, будем радоваться, что написаны они нашим другом, мудрым писателем с волшебным фонарем в руке. Субтитры создавал DimaTorzok